Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Кто давно подписан на канал, знает, что у меня есть друзья из археологического парка Аргамач. И они собирают коллекцию ретро-техники. Есть мототехника, есть автотехника. И вот я сегодня приехал на осмотр вот этого чуда. В общем, история какая. В соцсетях увидел фотографию. Просто кто-то выложил, типа, городской кадр. И стоит вот эта вот чудесная машина. Я написал, где стоит, чего как. И вот есть план забрать и восстановить. В общем, давайте сегодня на нее посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и, естественно, не просто так мы ее будем с вами осматривать. Я немножко еще расскажу историю этого. Ну, не конкретно этого, а в целом историю москвича. И это у нас Москвич 402. Его выпускали с 1956 по 1958 год. На конвейере он заменил и морально, и физически устаревшую модель Москвич 401, который, по сути, являлся копией еще довоенного опеля Кадет. От 401-го москвича 402-му в наследство достался задний мост, трехступенчатая коробка передач и уже сильный устаревший к тому моменту двигатель мощностью 35 лошадиных сил. Правда, его объем был увеличен до 1,2 литра. Разрабатывать 402-й москвич начали еще в 1950 году. В процессе его разработки участвовали не только специалисты московского завода, но также и специалисты завода ГАЗ. Они, кстати, в этот момент разрабатывали новую 21-ю Волгу, и совершенно неудивительно, что эти модели похожи как старшая и младшая сестра. За два года выпуска 402-го москвича с конвейера сошло примерно 87 тысяч автомобилей, включая модификацию. 410-й по сути это кроссовер на таких огромных колесах, и 423-й это первый серийный советский универсал. Для примера, модель москвича 400 был выпущен 230 тысяч, а москвича 407 вышла почти 360 тысяч, так что модель 402-я вполне можно считать редким и коллекционным автомобилем. Почему-то по фотографии мне казалось, что стекла нет, и я думал, что я смогу побывать внутри, но, друзья, смотрите, все закрыто. Это, с одной стороны, конечно, плохо, не могу поснимать сейчас для вас внутри, с другой стороны, хорошо, потому что можно будет, ну, то есть там никто не сидел. Салон, смотрите, какой оранжевый дерьмантин, вот, там такая простенькая панелька, видите, москвич написанная, ну, симпатичная, симпатичная, прям скажем. Смотрите, можно открыть вот эту дверь почему-то, наверное, ее поэтому возле дерева и поставили, потому что замок на этой двери не работает. Вот как вот, фокусируем. О, смотри, друзья, вот так можно четко осмотреть салон. Самое забавное, что, видите, еще сохранили старые черные номера, ЛПС, это Липецк, АЦ-9-37. Значит, на учете стоит, значит, должны быть документы. Вообще, выглядит прям симпатично. Микро-Волга. Вот еще решетка, очень мощная, шар какой-то. Видите, эта штучка. Вот, из прикольного есть еще вот такой катафон сбоку. Так, я, конечно, не специалист, но, по-моему, кузов относительно живой. Пороги. Вот, есть замята, где-то бордюр подъехал. Тут, видите, до металла, но он еще не ржавый. То есть, в целом, неплохо. Вот. Вот, колеса интересные. Впереди, видите, очень... Они узкие, кстати, они прям буквально 10 сантиметров, колеса. А сзади какой-то мега-протектор, сейчас покажу. Ну, потому что это заднеприводный автомобиль. Видите, тут какой вообще мощь. Ну, и вот здесь можно посмотреть, что гниль, конечно, есть, но не такая страшная. Но он еще на рессорах. Вот так, вот здесь внизу. Бампера сзади нет. Ну, ничего страшного. Третьих открыть бы, конечно. Интересно, багажник не открывается? А как это? А никак вообще. Тут, кстати, тоже фонарик, видите? Освещать номер. А вот капот, прям, скажем, в не очень хорошем состоянии. Видите, все резинки сгнили. Ну, такой сквозной коррозии, прям, скажем, нет. То есть, еще ничего так. Так, там двигатель-то вообще есть. Радиатор есть точно. Нет, это надо открывать как-то из салона. Друзья, заметили прикольную штуку? У машины нет, вообще нет зеркал. Ну, то есть, было зеркало внутри, вот, а снаружи. Тут даже место подкрепления зеркал не предусмотрено. Вот, ну, и, естественно, нет у нее никаких ремней безопасности. Вот там, с той стороны, вместо ремня безопасности, крючок вешать. Одежду, наверное. Вот, такая вот машина. В свое время, 42-я модель стоила 15 тысяч рублей. Для примера, 401-й Маскач можно было взять за 9 тысяч, а 21-ю Волгу за 40 тысяч. Интересно, что следующая модель, 407-й Москвич, уже будет стоить 25 тысяч рублей. Ну, а, к примеру, горбатый Запорожец 965-й, 18 тысяч рублей. Так что, 402-й Москвич, по сути дела, был дешевле, чем горбатый Запорожец. Кстати, в наше время, такие машины стоят, ну, примерно 30-50 тысяч рублей. Есть, конечно, экземпляры и по 100, и по 250 тысяч, да и по миллиону, если честно, продают. Но тут уже жадность владельца и не более того. Честно говоря, состояние машины, конечно, так себе, но в любом случае, мне кажется, стоит как минимум поискать хозяина. Поэтому в ближайшее время мы занимаемся поисками хозяина, переговорами, попробуем забрать, попробуем что-то с этим делом сделать. Это был канал Миклуха МакФлай, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы думаете вот о такой машине, стоит ли ее восстанавливать, не стоит ли ее восстанавливать. Миклуха МакФлай, любите историю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok